привет друзья сегодня у нас с вами канал я и мой хвост и я его автор и ведущий олег в сегодняшней нашей передаче ну я хотел бы вам рассказать и научить вас как сделать как научить собаку собаку выборки предметов то есть сейчас у нас очень много пионерских лагерей будут проводиться уроки безопасности и мы с нашей собачкой для того чтобы показать им различные трюки помимо того что мы умеем разыскивать людей я хотел бы научить собаку чтобы она делала выборку вещей как это делается что нам для этого потребуется но потребуется такие предметы как тарелки чистые тарелки без запахов тарелки вымытые со специальным средством хорошо прополосканные эти тарелочки должны быть также как как и и и ваши руки ну по-хорошему там даже скажем вы это об этом чуть позже подкормочка ну и платочек предыдущем уроке мы с вами научились научили собаку такой команде как нюх и для того чтобы она могла занюхать тот предмет который впоследствии вы научите ее разыскивать и так что вы с вами должны сделать повторюсь именно чистыми руками лучше даже если эти руки будут в перчатках для того чтобы не примешивался ваш запах именно к тарелочкам потому что запах платочек платочек будет пахнуть вами подкормка и вами будет пахнуть для того чтобы не примешивался запах тарелкам лучше даже может быть или палочки какой-то деревянный либо там одев резиновые перчатки разложить эти тарелочки дальше под одну из этих тарелочек уже соответственно без перчаток мы берем платочек и кладем подкормку ну сейчас я это покажу на деле как должно произойти ну я вот посредством палочки вот так вот вот сейчас эти тарелочки раскладу специально выбрал место чтобы не было травы почему травы потому что трава тоже дает определенный запах того чтобы не 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 происходило этого смешивания я именно сделаю так третью тарелку под которую я буду закладывать вот этот вот платочек с подкормкой вот посмотрите у меня здесь лежит подкормочка на платочке для того чтобы собака была заинтересована на первоначальном этапе в поиске я беру руками для того чтобы уже уже было понятно что именно вот под этой вот тарелочкой она более внимательно принюхается к этому ко всему заранее я свернул этот платочек дал собаке запах на определение то есть искомого предмета ну и конечно же что я еще хотел бы добавить что собака у нас командующий уже знает она рабочая было бы конечно глупо говорить о том что собака поисковик не знает что такое розыск каких-то предметов то есть розыск она знает но именно по запаху мы собаку не натаскивали на этот раз поэтому самому интересно что на что произойдет и так третья значит закладочка будет вот так вот платочек с открытым запахом я не кладу ну и если вы периодично смотрите а если вы не первый раз смотрите мою программу то есть вот мы когда снимались сюжет на таможне города кемерово да там я рассказывал почему именно нужно значит после того как вы заложили искомый предмет дать какое-то время для того чтобы этот запах разошелся по объему вот этого искомого ящика того чтобы именно разошелся и собачка без труда смогла определить его ну даем выдержать 5-10 тире минут после чего я собачку запущу на поиск и так у нас вот в дальней третьей тарелочки первые не видно да вот три тарелки у нас имеется в дальней третьей тарелочки у нас лежит закладка которую должна найти собака ну соответственно собака я сразу хочу сказать у нас обозначать умеет она голосом обозначает я еще попытаюсь и и положить чтобы она полегла гавкнула сейчас 5 минут пройдет и мы начнем и так прошло пять минут сейчас я выпускаю собаку ну и посмотрим с вами самому интересно как собачка отреагирует я открываю тарелочку сверху платочка собачка дает закладочку молодец хорошо моя девочка хорошо 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 хватит все пошли ну ура вообще девочка как бы сообразительная умная на на поиске я не сомневался собственно говоря что она найдет потому что я еще раз повторю вот эти вот самое важное соблюсти такие моменты чтобы не произошло смешивание запаха вы запах не смешивали вы видели да то есть я руками не прикасался к этим тум тарелочкам предыдущим третьей тарелочки я прикасался и именно под нее же сделал закладку с исковым платочком который дал занюхать собаке сверху положил вот этот вот предмет который заинтересует а в частности это подкормка была бы для акбара я сделал бы закладку какую-то игрушку потому что у него мотивация игровая обучающая то есть ему они интересны всякие вкусняшки и так далее то есть ему интересна игрушка а а а а Продолжение следует... Хорошо, молодец! Ну вот, видите, тут самая главная мотивация. То есть предмет должен быть на первоначальном этапе, должен быть желанным для поиска именно собаки. То есть вот у нас дуреет по всяким палочкам, мячикам, перетяжкам. Соответственно, он ищет эту перетяжку с особом удовольствием. Как я и рассказывал, собственно говоря, в передаче у таможенников, что собака ищет, не садит ее никто на героин, на марихуану и так далее. То есть собака ищет свою игрушку, которая была пропитанным запахом героина, вариант марихуаны и так далее. И соответственно, когда она ее находит, она получает что? Кто получает игру? Ну и используйте это. То есть самая главная мотивация. Ну и для чистоты эксперимента сейчас тарелки были поменены, но опять же были каким образом поменены тарелки? Я руками не прикасался, палочкой передвинул, а то тарелку взял руками. Прошло опять где-то минут 5-10 после того, как я совершил эту манипуляцию, заложил туда платочек из комы, который должна найти собака. Сейчас выпускаю собаку, что будет. Хорошо, молодец, молодец. Молодец. Ну вот немножко надо обозначением поработать еще, чтобы она ложилась. И будет все хорошо. Да, мой. Да, мой. Я сказал. Молодец. Здесь все заинтересованности. То есть все зависит от того, насколько в чем заинтересована собака. Если вы правильно замотивируете животное, то будете получать соответствующий результат. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег.